МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывают ли идеальные родители? Они не держатся, они не отказываются от своих детей, они борются. Мы тебя вытекнули. Позволить ребенку быть ребенком, а позволить родителю иногда быть родителем. По-настоящему любящей мамой? Помнишь, я тебе показывала? Вот такую вот мы тебя увидели, какая-то смешная. Отговаривали все, молодая, родишь себе еще. Остаться невероятно включенным папой. Очень многое изменилось с появлением второго. Папа берет и может целую ночь с ребенком провести. Это раньше все рожали от безысходности, а сейчас люди рожают осознанно. В детском центре будничная дообеденная тишина. Детей пока мало. Здесь среди ярких красок и веселых игрушек 4-летний Вова готовится к первому прыжку с тарзанки. Смелый, ловкий, умелый мальчишка, будущий футболист. Сложно представить, что врачи были против рождения такого красавца. На 10-й неделе по направлению пришла в поликлинику делать скрининг. И на УЗИ мне врач, говорит, ну, напряглась, смотрит на меня какими-то странными глазами, в монитор на меня, в монитор на меня. И начинает меня уже как бы успокаивать. Ну, типа, говорит, вот у моей родственницы так было, ничего страшного, ты молодая, родишь еще. То, я говорю, в смысле? То есть она еще не рассказывает, что произошло? Нет, нет, она просто, да, да. Говорит, ну, вот у ребенка, типа, врожденный порог развития. Брюшная стенка в определенный момент должна срастись. И вот она не срослась, и петли кишечника в мониторической жидкости. Ольга Чернова показывает первые фотографии малышам. Еще в утробе на них четко виден диагноз – гастрошизис. Фактически содержимое брюшной полости, а именно кишечник, петли кишечника, могут выходить наружу. Этот порог может быть диагностирован уже начиная с 12-14 недели беременности. При ультразвуковом исследовании врач ультразвуковой диагностики может увидеть то, что органы брюшной полости располагаются вне ее. Вышла в коридор реву, а там женщина сидела, и она прям уговаривала, чтобы ей сделали аборт. То есть у нее нормальный ребенок, здоровый, и она сидит, вот он ей не нужен, а я сижу, тут реву, мне мой нужен, блядь. Они сразу же говорят, ну это аборт однозначно. Звоню мужу, говорю, говорит, успокойся, может еще ничего страшного, может не подтвердиться. На панике начинаешь искать в интернете все это. Тут под руку Ольги и подвернулась группа по интересам. Участники также столкнулись с этим диагнозом. И девочки тут же начинают там скидывать фотографии своих детей, рассказывать свои истории, что вот у нас так. Мы родили, и тьфу-тьфу-тьфу, все, нормальное здоровье детки у меня. У меня в общей сложности было три скрининга, и на всех я писала, я отказываюсь от прерывания беременности по собственной воле. Вот такое вот, короче. Хотя уже на тот момент, когда я на третий скрининг шла, у меня уже были даже документы, что я в Москву еду 34 недели. В Москве вы должны явиться и находиться здесь до родоразрешения. Самым важным человеком в жизни ребенка на первых этапах становится врачный унатолог. Его задача, когда он увидит, что родился ребенок с гастрошизисом, максимально скоро защитить органы брюшной полости. Выживаемость таких детей составляет порядка 90-100%. Вот эти фотографии сделал анестезиолог прямо в момент рождения Вовы. Зрелище не для слабонервных. Но счастью родителей не было предела. Все-таки ребенка удалось спасти. Я его в руки не брала, наверное, первые сутки. Но весь, вы не представляете, весь в катетерах, в каких-то трубочках. Мне было страшно его брать, правда. Он, во-первых, маленький, все эти трубочки. Не дай бог я там что зацеплю. Я просто гладила все тело. А потом уже это медсестра мне говорит, а что ты его на руки не берешь? Я говорю, а можно? Говорит, можно. А мне страшно, ну правда, вы не представляете. Ну правда, все как у всех. Сегодня от тяжелых родов не осталось и следа. Чудесная история. Но откуда сирота из Смоленска нашла силы и средства оказаться в Москве? На помощь пришел благотворительный фонд «Расправь крылья». У них программа «Маленькая мама». А мне 26 лет. Какая я маленькая мама? Соответственно, они нашли способ, чтобы меня включить в эту программу. У меня тогда все кредитки ушли в минус. Вот реально, ну все, потому что я платно все делала. Потому что, ну сами знаете, бесплатная медицина у нас, особенно на периферии, она очень хромает. Я вам так скажу. Они мне помогли с жильем. Я могу сказать, что мой ребенок до полугода не нуждался в памперсах, там, в салфетках. Центр поддержки занимает две небольших комнаты в стареньком здании в центре Смоленска. Кабинеты хоть и маленькие, но именно внутри вершатся великие дела. Прямо сейчас, например, идет урок для молодых мам. Размышляй, кто тут на картинке нарисован? Ассоциируется сейчас с кем эта картинка? С твоими детьми. С твоими детьми. С тебя сдают Артем. У кого есть другая позиция по этой картинке? Мама, папа. И ребенок. Какой это папа? Ты чего? Ну давай на свою позицию скажем. Мы все слушаем, как бы высказываем свою позицию. У нее такая позиция. У меня тоже такая позиция, что это мама, папа и ребенок. Рулит тренингом Екатерина Леляк. Социальный педагог и многодетная мама. Участница и выпускницы детских домов, которые росли без семьи и не сформировали навыков успешного родительства. В мере сопровождения находится 23 мамы. Главная цель нашего проекта – это профилактика повторного сиротства. Потому что мамы, которые побыли уже в интернатах, они уже знают, что это такое. Они не хотят для своих детей такой же судьбы. Самые частые вопросы, с которыми обращаются мамы – это вопросы, связанные с развитием и воспитанием детей. И вот тут, как раз, мне кажется, они мало отличаются от вопросов любых других мам. Это детские истерики, непослушание, наказание как следствие непослушания, агрессия в адрес ребенка, как ее избежать. В проекте «Вместе с мамой» на занятия приходят и дети. В отдельной аудитории параллельно они учатся познавать мир и общаться друг с другом. Если я называю вам блюдо или продукт, в котором есть сахар, вы обнимаете друг дружку. Если там нет сахара, то вы хлопаете в ладоши. Хорошо? Ребенок, которому нужно внимание, он не получает этого внимания, потому что мама не знает, как это делать. Ну, я же тебе дала, на, занимайся. Мультик смотри, там, еще что-то. Я занимаюсь своим. А ему нужен контакт. Даже этот мультик посмотреть вместе с мамой. Вот. И у нас, кстати, вот, когда занятия проводятся, я, конечно, стараюсь больше с мамой проводить, чтобы они видели. Вместе с ребенком участвовали, что-то делали. С начала деятельности нашей организации с 2016 года уже порядка 300 мам прошло через наш центр. Самое главное для нас достижение – это то, что дети остаются в семье, да, никого еще не изъяли, никто на учетах не стоит ни в КДН, ни в ПДН. Это уже достаточно большая победа для нас, потому что многие семьи в очень тяжелой ситуации находились. У нас многие мамы уже перешли из разряда благополучателей в разряд наших партнеров. И они уже являются наставниками для других мам. То есть они уже прошли вот все эти трудности перетрубаться, и они уже могут делиться опытом. И это очень важно, когда вот равный равному, да, помогает. Изначально наставники для сирот подбираются из числа неравнодушных смолян, волонтеров. Есть даже и яркие общественные деятели. В их числе, например, уполномоченный по правам ребенка. Когда Алексей Владимирович предложил мне быть участником этого проекта, честно скажу, я задумалась. Почему? Потому что я понимала ответственность, и это должно быть неформально, а это должно быть от души, и это должно быть емко. Встречается Наталья с подопечной и в фонде, и дома, и даже прямо в своем рабочем кабинете. Как у тебя дела? Присаживайся. Так, как Ксюша, как в детском садике у нее дела? Дело хорошо, но надо с поведением порешать. С поведением что случилось? Начала драться. С детками? С детками помладше. Надо попробовать ей сказать, да, что детки маленькие меньше тебя. И они иногда там игрушки берут, к примеру, да, без разрешения, без спроса. Надо просто потерпеть, а еще дать игрушку, поделиться. Главная моя была задача не делать за нее, за маму, которая одна воспитывает ребеночка, а дать удочку, чтобы она могла понять, как правильно ей действовать. Надежда Алтухова тоже росла в интернате, а сейчас уже дважды мама. Памятная фотография, я бы сказала, 10 лет назад сделанная. Это кто у тебя животик? Это Богдан и Захар в животике был. Я участница проекта, уже 9 лет, получается. Туда я пришла по совету своего соцработника. Училась я в педагогическом колледже. У меня был такой проблемный вопрос с жильем. Я стояла на очереди, и у меня было много трудностей. Мне подсказали вот этот фонд, что можно сходить к юристу, к Алексею Владимировичу. Богдан, ну ты хотел поговорить. Расскажи, ты вместе с мамой ходишь в расправь крылья? Да. Как часто? Ну, когда открыто, я не хожу. Участие конкурсов, какие-то лекции, то есть онлайн, вот когда был коронавирус, вот получается онлайн мы тоже участвовали. То есть, ну вот, уже 9 лет. Уже как семья, как поддержка для нас. То есть, ребенку вот очень нравится, он очень любит туда ходить. Социальный педагог из фонда Тереза Казимировна уже захаживает в гости как к родственникам. Совсем не с проверками, а с душевными разговорами. В сегодняшней съемке очередной повод увидеться с любимой подопечной. Еще одна наставница-волонтер Марина Андрианова показывает фотографии со своей подопечной. Ну вот смотрите, у нас в рамках проекта была такая интересная встреча, да, я приглашала Яну к себе домой, и мы что-то должны были приготовить. Это, кстати, моя крошка, картошка Анютка, она нам очень помогала, и причем она очень разбавляет ситуацию. Она коммуникабельная такая девочка, она со всеми дружится. Семья у Марины большая. Родной старший сын, супруг и его сын от первого брака, и самая младшая общеприемная дочь Аня. В какой момент вы поняли, что вам нужен третий ребенок? Ну просто при наличии уже двоих детей, старших как бы, да? Они уже взрослые. Ну это сколько? Им было 20, 21. А, ну совсем. Мы с папой скучаем, нам надо как-то реализоваться. Любви еще море, какие-то надежды, что-то невоплощенное. Ну и звезды сходятся так, что я еду встречу, детский дом вижу. Ну, причем мы уже разговаривали эту тему с мужем, прорабатывали, что допустим, ну а почему бы вот не сделать счастливым какого-то ребенка, делая вот себя счастливым через нее. Ну и вот приехала, увидела эту малявочку. А супруг в этот момент сидел в компьютере и также увидел Анну. Я смотрел сайты, да, наши смоленские, даже не помню, как они называются. Ну то есть это дети из детских домов, там фотографии и там краткая, скажем так, краткий рассказ о них. Сегодня Аня радует маму с папой спортивными дипломами и творческими успехами. Но ведь поначалу долго привыкала к тому, что у нее есть настоящая семья. Да, это, это, вот, лежала. Маленькая кроватка мы поставили. Там вот интерес... И там, то есть раз, можно было раз руку туда просунуть маме. Это вот она сейчас это понимает, что к маме можно просунуть руку. А я расскажу свои ощущения. То есть я мама, которая, да, успокоит ребенка, это дать ему надежность вот эту. Мы ложились спать, и я ей ручку раз, там, давай ручку мне. Она ее отдергивала, нет. И вот потом вот этот вот спрашивали, когда адаптационный период проходит. А у каждого он свой. И вот в какой-то момент она стала доверять, наверное, она поняла, что здесь спокойно, здесь хорошо. С таким личным опытом и запасом любви совсем неудивительно, что Марина стала наставницей в центре «Расправь крылья». У меня очень интересная девочка, ей 29 лет, 30 будет в этом году. У нее двое деток, она мать-одиночка. Для нее ее дети являются стержнем жить дальше. Вот это вот меня прям зацепило. А вот это собрание за чашкой ароматного чая – тоже клуб по интересам, где поддерживают женщин, которые вынашивают ребенка. Центр «Ёль». Здесь 15 метров ткани. Вторая ручка вот здесь, вот внизу прихватись. Прям вот так. Да. Это такое, можно сказать, как бандаж, только он учитывает индивидуальные особенности тела. И, в общем, вот так вот послойно мы делаем такой корсет. Кроме обматываний подопечных, разогревающие массажи специальными мексиканскими платками прямо на полу и, конечно, откровение участников о проблемах и успехах. Такой для меня сложный момент был в том, что я не воспринимал ее как человека до того момента, пока она не начала разговаривать. Пока с ним нужно было взаимодействовать. Так получилось, что я предложила мужу партнерские роды. И он, на мое удивление, согласился. И это было просто очень классно, потому что его поддержка в такой момент, ну, я не знаю, что бы я там без него делала. А некоторые участники клуба вырастают из подопечных в педагогов. Когда я познакомилась с Юлей, это уже были вторые роды мои, я поняла, что есть даже люди, которые помогают. Мы нашли очень быстро общий язык. У нее есть и опыт, и знания, и большой багаж обучения, и всего того, что мне очень сильно откликалось. И так как надо было занять моих детей, то дома я их занимала, тоже брала методики и занималась. Появился такой проект, как «Мама играет». Я занималась со своими детьми, просто на такой благотворительной основе предложили другим мамам тоже поучаствовать. Тем более это всем интересно, потому что дети растут плюс-минус одинаково, а зато у них есть общение. Дарья Панфилова трепетно достает бирку из роддома. Ее дочка Настя уже вовсю ползает среди любимых игрушек. А ведь еще несколько месяцев назад была совсем крохой, и на фотографиях с выписки получилось лучше всех. А вот по маме видно, что выписка была не из легких. Когда родилась Настя в роддоме, у меня случился резкий приход молока. И ввиду того, что очень большая нагрузка была на наш перинатальный центр, специалисты просто не справлялись с большим количеством девочек и рожениц. И не смогли мне оказать квалифицированную помощь. Я выписалась с сильным лактостазом, с высокой температурой, с болями. На помощь девушке пришли надежные педагоги из центра Йоль. Когда мы ехали домой в машине, я позвонила Елене Ивашиной, это специалист, который читал нам курсы, попросила помочь лично, потому что я не могла сама справиться, и куда обращаться я не знала. Лена приехала буквально через час к нам домой, сделала мне массаж, сказала какие-то слова, нашла успокаивающие, потому что состояние у меня было удручающее, просто выписка у меня была не очень хорошая. В клубе будущим роженицам помогают не только с физиологическими вопросами, но и с юридическими, ведь многие молодые мамы совсем не знают своих прав. Юлия Борисова, эксперт, сама когда-то была из таких. Мой ребенок родился с небольшой родовой травмой, и нас не хотели выписывать, и я не очень понимала, ну, надо ли действительно ей какая-то медицинская помощь. Скорее я хотелась домой, но юридической стороной вопроса, могу ли я поехать, вот просто взять и уйти, я не владела. И я разобралась с этим вопросом, меня отпустили, и дома у меня стало гораздо-гораздо лучше, и дочка тоже. Занятия в клубе «Юль» идут ежедневно. Сложно представить, как идейный вдохновитель Юлия Смирнова успевает уделять время всем своим подопечным, ведь у нее пятеро собственных детей. Юль, ну я рад, что я до вас добрался. Это, кстати, было несложно сделать. Тут у нас вот зал, когда гости приходят, мы так все поставляем, все садятся. Слушайте, ну когда пятеро детей, да, это, мне кажется, вот только в своем доме, в таком масштабном, широком жить. Мы экстренно переезжали в дом, когда родился четвертый ребенок, как мы поняли, что, упс, мы не вылезаем. И надо сказать, что присутствие детей читается сразу от входа. Да. И детей не менее. Сейчас они очень стесняются своего творчества. Вот здесь вот видно, как они росли. Так. Это вот достижение. Я даже не знаю, что мы будем делать, когда мы сделаем ремонт, и это все вот пропадет. Аня пока выше всех в семье. Ну да. Так получилось. Так все еще есть. То есть она стала самая старшая, она из двойняшек старше на 3 минуты. Кухня. Любимое место каждой женщины. Ну, это не стереотипах, это так? Да. В принципе, это так. Единственное, что я не успеваю часто готовить, поскольку дети уже взрослые, старшие, готовят чаще всего они. Дочка. Это удобно. Да. Мы их сначала кормим, 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 потом они начинают нас кормить. Вот. То есть как бы дивиденды такие, можно сказать. Давайте обращу внимание на вашу стену славы, ну, как у всех, холодильник с магнитиками. Да. Сын с теленком. Сын с теленком. Обращайте внимание. Он любит животных. Амбулаторная карта какая-то. Это нас навещала медсестра, и, в общем, надо что нам делать дальше, да. А вообще, это вот супруг моя царя зашки. Хочется обратить внимание на вот этот магнит. Да, это моего мужа. Мы должны показать это, чтобы все заботились о грудях. Вот о чем говорят в семьях молодых мам. Здесь у нас есть комната старших детей. Доратуйте. Вам можно, Федор Михайлович? Подростки, что с них взять? Так, давайте сразу, давайте сейчас будем угадывать, чем занимается Федор, значит, по комнате. Что из хобби у нас есть? Fashion week, между прочим. Смирнов, Федор, посмотрите. Fashion trip. Федор, вы метите в модели? Раньше было. Вот это да. А вот это мальчиковая детская комната. Вот там дыра. А вот и мальчик, чья комната? Это нормально. Она не его. Вы здесь живете, я так понимаю, прямо за дверью. Да, это Ефим Михайлович, он стесненно. У вас сколько тут машинки, микроскопы? Я подозреваю, что тягок инженерный какой-то в этой истории есть. Да? Ты хочешь стать инженером? Серьезно? Да, как дед. Дед его. Махим был талантливым инженером. Класс. И очень мощно генофонд передался. Еще у моей сестры тоже. Он знает, кем был дед, и хочет еще и повторить, еще и перед. Он знает, что для этого надо. Микроскоп – это действительно его любимая игрушка. Там всякие лапки креветок рассматриваются. Вот Олефа начинал учить китайский. Так. И у нас есть где-то на стене... Олеф, где там были? Вот там, я смотрю, вот я нашел. Что-то было на китайском. Это Лёф по-китайски. Раскроем секрет. Старшие двойняшки у Юли приемные. У младших небольшая разница в возрасте. А буквально месяц назад в семье родился еще один мальчик. Здесь у нас спальня. Там сейчас малыш с папой отдыхают. И когда он проснется, папа к нам присоединится. Сколько малышу сейчас? Малышу сейчас один месяц. Вот так. Вот так что. Совсем кроха. Да, малючка. Ставим его в тайне для нашего зрителя. Не будем показывать всех членов семьи. Ну да, он пока еще подрастает. Юле очень помогает супруг Миша. Он и посуду помоет, и по дому похозяйничает, и семью в нужное время объединит за общим столом. В общем, с трудностями справляется на раз. Сложно успевать все. Сложно высыпаться. Самые простые банальные вещи. Сложно научить. Сложно передать что-то полезное подрастающему поколению. Очень рад был, что у моей жены появилось желание помогать. Оно и было до того, как родился Ефим, вот наш четвертый. И когда это желание формировалось, я всячески хотел помогать ей. Потому что и сам тоже видел на нашей семье и на семьях наших друзей, что все-таки нужна помощь. Всегда для семьи с одним ребенком или с восьмью детьми нужна помощь. Со стороны друзей, родственников, каких-то профильных специалистов. И когда у моей жены появилось желание не просто помогать руками, головой, но и обучаться. Ну, соответственно, я очень хотел, чтобы она и профессионально в том числе могла помогать до родов, во время родов, после родов девчонкам, которые, может быть, не знают, как это будет. Или знают, как это было, но не хотят этого повторять, хотят по-другому, хотят лучше. Лучше и легче родить и выносить как раз и помогает Доула. Доула – это помогающий специалист. Ну, такое скупое описание. По сути, это узкая специализация, это такой помощник для мамы. Для мамы, которая готовится к родам, которая уже родила в послеродовом периоде. Это такой, можно сказать, информационный центр. Вот, если что-то непонятное, неинтересное, или какой-то хочется больше информации о каком-то предмету, по заболеваниям каким-то, или там, ну, много-много, очень широкая сфера, скажем так, то Доула и, кроме информации, может еще практическую помощь оказывать. Там, массажи я делаю, ванни веду женские, ароматерапия, арт-терапия. Просто поговорить иногда тоже важно. Сам термин появился относительно недавно, в 1976 году. Профессию ввела антрополог Данна Рафаэль. Так она описывала женщину, которая находится рядом во время беременности и рождения малыша. В то время в США как раз вырос процент кесаревых сечений. В госпиталях и врачам было проще сделать операцию и снять с себя все риски, связанные с естественными родами. Поэтому женщины стали брать с собой подруг, знакомых акушерок, чтобы те их морально поддерживали и помогли избежать необдуманного или навязанного медперсонала в решении о хирургическом вмешательстве. Моудобл – это тот человек, который не имеет права ничего советовать. То есть я не могу советовать. «Ой, у тебя такой большой живот, давай ты вот это сделаешь». Нет. Я могу дать пять вариантов. Это не моя компетенция, а решать за маму. Это моя задача – сделать роды и беременность приятными для мамы. То есть бывают разные беременности, они бывают осложнены чем-то. И чтобы их гармонично прожить, такую беременность и такие роды, например, сейчас очень высокий запрос именно на удовлетворенность, потому что это раньше все рожали от безысходности. Ты забеременела, ты рожаешь. А сейчас люди рожают осознанно. Первый свой подопечный помнишь? Да, конечно. Это было очень серьезное боевое крещение, сложные очень роды, затяжные. И это было эпично. Мягко говоря. Да, все, конечно, успешно. Я рада, что меня находят такие женщины, у которых нет очень сложных беременностей, они не лежат по больницам, ну, чаще всего, да, поэтому это в приятный опыт скорее. Сопровождение родов – это очень приятно и волнительно. Вы пустите ли у тебя слезы, когда вы спросите? Нет. Я уже умею с ней справляться. Прошло уже семь лет с тех пор. В общем, доульство – это настоящее призвание, подкрепленное специализированным образованием. Здорово, что женщинам могут помочь с успешной беременностью. А вот этот двухэтажный особняк площадью больше, чем в 300 квадратов, с 2013 года открывает свои двери для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, беременных или родивших, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить малыша. Мы не закрываем ничего, у нас открыто все. Здесь у нас рыба, девчонки знают. То есть так, как дома, научить их так, как дома и планировать свой бюджет. То есть это не какие-то холодильники долгого хранения, это, в принципе, холодильник, которым можно пользоваться. Это вот на каждый день, на каждый день. А здесь у нас заморозка. Здесь у нас зелень. Это то, что мы готовим от ягоды смородины. То есть весна у нас уже будет, таких ягод не будет, а у нас есть заморозка. И вот компот сварить учим девчонок, что надо приготовить летом то, что зимой будет готовить. И всегда у нас в запасе есть газовая плита и стиральная машина. Стиралка и холодильник. Если вдруг что-то выйдет из строя. Даже если не у нас, а в многодетной семье где-то что-то испортилось и срочно надо. Они мне набирают, и мы готовы отдать. Коляски всегда. Здорово. Это жилые помещения. Мы отошли от всех таких названий. Палата номер один, комната номер один. Нет, мы дом. Мы дом. Но это комнаты. Это комнаты, да. Как различить? Мы их сделали по цветам. Голубая, розовая и зеленая. Так. Вам можно? Конечно, я могу. Заходите. Это у вас голубая комната как раз. Давайте чуть-чуть за этот. Здравствуйте, девчонки. Самая необходимая – кровать для мамы, кровать для ребенка, шкаф, чтобы пережить лихие времена. А это все куплено или это жертву? Нет, это все пожертвуное. Посмотрите, у нас все кроватки разные. Это все пожертвуное. Шкафы только мы как-то купили с самого начала. Вот одинаковое остальное. Все пожертвуное. В этой комнате живет мама с домашним насилием. Она убежала от мужа с детьми и спряталась практически у нас. Сейчас мы ведем вопрос о том, чтобы его лишить родительских прав или как-то ее обезопасить. А нет опасности, что он придет сюда? У нас есть тревожная кнопка. Все наши сотрудники заточены на то, что мы кризисный центр, мы не санаторий. Папы могут прийти любые и в наркотическом, и в алкогольном опьянении, искать или еще что-то. Бывает, что история, которую рассказывают, настолько ужасная, что если сразу не заплачешь для того, чтобы человека поддержать, для того, чтобы тебе он мог найти то спокойствие, которое ему сейчас не хватает, то потом обязательно будешь рыдать дома где-нибудь тихо, так чтобы никого не пугать и не травмировать этим. На территории есть свой маленький детский сад, кухня, общая трапезная и три комнаты для комфортного размещения. А изначально, если не секрет, как попали сюда? В домашнее седло. После, то есть муж? Беседуете там? Убийство. Сколько? Восемь лет ему дали? Ну, он сейчас до сих пор сидит, да. Еще будет лет пять сидеть. Три года отсидела, еще пять лет. Лена попала к нам. Это она жила в районе Смоленской области, в Сафоново. Изъяли ребенка, и там соседка говорит, а где же Лена? Лена никогда не бросает Костика. Что случилось? Пойдемте искать. Ну, он ее прыгнул ножом, муж, и она была на улице. Если бы, ну, ночь она пролежала за домом, там, проткнутая легкая пневмоторакс, ну, ее бы, наверное, не было. У меня самый лучший подопечный в мире, потому что, как бы тяжело им не было, они своих детей не бросают. И в этом плане они самые осознанные родители. Очень многие девчонки из благополучных семей, у которых все прекрасно складывается в жизнь, когда сталкиваются с маленькой несправедливостью, с маленькой болью, в силу своей неприученности к этой боли воспринимают ее как большую-большую драму, травму в жизни. Ищут того, кто будет немедленно их спасать, лечить эту рану и так далее. То есть кто возьмет ответственность за благополучие мамы ребенка. А наши девчонки часто проходят войну в прямом смысле слова, вот в обычных своих домах в городе Смоленске, не выезжая никуда. Они с такими сложностями сталкиваются, что другие просто бы сломались и не выжили, запили бы. А они держатся, они не отказываются от своих детей, они борются. Поэтому они замечательные родители. 13-летний Григорий Соломанин самостоятельно хозяйничает на кухне и ждет, когда с работы вернется папа. Сегодня они, как обычно, поиграют в приставку, поговорят о своих мужских секретах и будут вместе планировать каникулы. Это Гришина комната, то бишь здесь у нас это учебный момент, это спальный, здесь игровая зона. Так как у нас Гриша очень любит военную тематику, он ее обожает, у него вот в своей коллекции танков, которые он собирает. Также у нас... Это он папа, я думаю, по военной тематике. Ну вот, все, что у нас имеется, это вплоть до... Ребята мне привозят, даже МЧСовская. Это ему ребята знакомые наши все предоставляют, тут и помогают ребята. О военной выправке здесь говорят не только каски и оловянные солдатики. С папой-десантником не забалуешь, особенно когда жена и мать семейства, по словам главы, сбежала к любовнику и уже 6 лет никак не интересуется ребенком. Более того, вынесла из квартиры все, что попадалось под руку. У нас получилось так, что вот эта мебель входила тоже в раздел имущества, да, но я не отдал это имущество. То, что мне причиталась мебель, я ее отдал взаимозачет ей. Она встречалась в тайке от нас с другим человеком, вот, и, соответственно, ничего не становится тайным, это все вышло наружу. Соответственно, был суды, раздел имущества, раздел ребенка, но приходили у нас из опеки люди и опрашивали его. Гришу, ну, он выбрал решение жить со мной. То есть в этот момент Гриша резко повзрослел? Он очень мудрый. Он и был всегда мудренький, но и повзрослел тогда, да. По-первых, я говорю, было сначала тяжело жить вдвоем в плане того, что все-таки мы пошли в первый класс только. Школа, у нас тут две остановки, это надо было возить с утра, это надо было забирать, это надо было контролить уроки. У одинокого папы и методы воспитания свои. Я сам был пацаном, сам знаю свое детство, которое у нас было. Поэтому, да, потихонечку приобщаю его к быту. То бишь у нас есть зона ответственности, это его комната, где он должен убраться. В случае того, если меня нет дома, соответственно, ребенок может сам уже приготовить себе макароны, рис, гречку, сварить, что-то такое, чтобы перекусить. Но в основном стараюсь так, чтобы обед и ужин у нас всегда был. Я зарегистрирован даже на сайте СОС отцы. Ребята есть такой в этом, где ребята со всей России, Москва, Питер, все-все обсуждают все вопросы, которые у них возникают. Это в основном юридические вопросы. Главное, что Грише комфортно вместе с папой, а на маму, которая исчезла из жизни, мальчик не обижается. Через камеру, через экран, что бы ты ей сказала? Не хочет общаться, пусть не общается. Это ее выбор. Ее никто не заставляет со мной общаться или нет. Это полный ее выбор. Мне девушка сказала очень хорошую фразу. Мать не та, кто родила, а та, кто воспитала и вырастила. Вот эти слова до сих пор помню. Кроме воспитания собственного сына, Владимир уделяет внимание и чужим детям в рамках некоммерческого объединения Совет Отцов Смоленска. Активные папы читают лекции, проводят встречи со школьниками и даже помогают чистить дворы от снега. Мы начали ездить по школам, по училищам, играли с детьми в футбол, волейбол, баскетбол. Это активные родители в первую очередь. Это достаточно хорошие отцы, я считаю, для своих детей и которые могут быть примерами для других детей. Это и предприниматели, и представители органов власти. Вот у нас есть отцы из ГИБДД, из Следственного комитета, из МЧС много активных, ответственных отцов. Хороший папа, который принимает участие в воспитании, поиграть, погулять, поразвлекать. Всем кажется, что это какая-то ерунда. На самом деле, когда ты пришел с работы, у тебя и так мало сил. Многие хотят просто лечь на диван и сделать вид, что ничего вообще другого не существует. А найти в себе силы, чтобы еще как-то участвовать в этом во всем, вот это, наверное, и есть. Я решил, не отходя от кассы, перенять опыт успешных пап прямо на тренинге. Ты принадлежишь для того, чтобы ребенок успокоился. Ему нужен контакт и вот это обнимание ткани, которое ты не всегда можешь дать. Те, кто постарше, они так и говорят, надо запрелинать ребенка солдатиком. Те, кто постарше, они так и говорят, что это мамина позиция кормить. Руки и все. Поэтому лучше всего ребенка максимально держать по-другому. И ребенок учится и понимает, о, это батя взял. То есть вот таким вот образом. Ну и раз уж встал на путь осознанности, хорошо бы разобраться и с правами молодых родителей. Женщина прежде всего должна знать, что ее тело – это ее дело. И если она решила отказаться или согласиться на какую-то манипуляцию, это ее выбор. И врачи должны отнестись к этому с уважением. Многие пары, они приходят и говорят, а если мне не разрешат, а если то, а если это. Я говорю, подождите, я вас, ну, я, конечно, подготовлю вас к худшему, да, что делать, если не разрешат. Но, как правило, когда пары приходят в роддом и говорят, мы бы хотели там, не знаю, отсроченное пережатие поповины. Доктора говорят, хорошо. Потому что они видят в этих парах союзников, полноправных участников, да, они видят, что люди понимают, что они хотят, почему они этого хотят. Семейным кодексом у нас четко регламентированы права и обязанности родителей с рождения ребенка. Они должны заботиться о нем. Они должны воспитывать его, воспитывать психологически, нравственно, следить за его здоровьем, следить за обстановкой в семье. Они имеют право дать ему образование дополнительно. Но с учетом мнения ребенка, также родители обязаны дать общее образование до 18 лет. После 18 лет наступает совершеннолетие ребенка, и он уже уходит в плавание. Категорически непросто быть родителем век социальных сетей, наполненных историями и фотографиями идеальных семей. Важно никого не копировать, а доверять своему внутреннему родительскому инстинкту и не бояться быть родителем. А есть женщины, они говорят, я ничего не читала, вообще не знаю, как это работает. Я просто послушала свою природу, послушала свое сердце и сделала. Ну, нельзя же сказать, что у нее неосознанное родительство, да, она тоже приняла такое решение послушать себя и сделать. Ну, осознанно это не имеется в виду, там, о, нужен ребенок, давайте, быстрее его заведем. Осознанность в том, что люди понимают, что не получится уже сейчас, как раньше, там, два месяца ребенку, мы на завод, а идем работать. Сейчас нужно ответственность брать на себя, да, изучать вопрос глубоко там. Это, прежде всего, готовность. Готовность любить, готовность брать на себя ответственность, терпеть. Потому что иногда бывает трудно выдержать то, что нам дети предлагают. Это свои игры, свой шум, какие-то свои проблемы, которые иногда взрослым кажутся мелочными. Это вопросы, которые дети задают бесконечно нам на разных этапах своего взросления, своего роста. Вот, то есть, насколько мы готовы это не отодвинуть от себя, а пройти вместе. Жить, и быть сейчас.